Стихийные свалки необходимо ликвидировать общими усилиями. Такая задача была поставлена на городском совете по экологической безопасности. Напомню, с начала лета специалисты Департамента имущественных отношений обнаружили около 70 несанкционированных помоек. 20 участков уже удалось очистить от мусора. Эта работа идет как в рамках муниципального контракта, так и в форме добровольной помощи. К масштабной уборке присоединились сотрудники «Газпромдобыча Ямбург». О том, что сделано и что еще предстоит, борцы за чистый город рассказали Марии Федорчук. Старые покрышки, строительный и бытовой мусор – все это грузят в машины и вывозят в карьеры. Избавиться от хлама непросто. Битые стекла, куски бетона и арматура воедино смешались с грунтом. Теперь вся территория требует глобальной уборки. Администрация вышла на наше общество с просьбой. Да, и наше общество поддержало, так как День экологии, зачистку территории. Где-то площадь такая получается, где-то 300 на 400. Начали где-то в четверг это все это дело. Вывезли уже больше 7 машин, больше 7 машин по 10 кубов. Вывозим на 16-й карьер, в основном бытовой и строительный мусор. Навести порядок отызвались сотрудники «Газпромдобыча Ямбург». Ежедневно здесь трудится 12 рабочих. На место выезжают 3 единицы техники. После того, как тундру избавят от мусора, ее возьмут под особый контроль. Мы будем контролировать эту территорию, которую убрали. Значит, все возможные подъезды мы перекопаем, чтобы отсутствовал доступ. Тем не менее, в случае, если мы обнаружим мусор тот или иной, мы его обследуем. Если будут обнаружены документы, конечно, привлечем к ответственности. За 5 дней компании удалось вывезти больше 70 кубометров мусора. Но жители города снова доказали, что чужой труд ценится не всегда. Вчера нечистоплотные привезли и выгрузили еще две машины строительного мусора. Территорию пришлось убирать заново. Хотелось бы жителей города тоже попросить. В нашей территории здесь все живем. Вот так вот все это загадить, захламить. Просто чисто к жителям города. Обращайтесь как к своей территории. Мы же здесь живем же все-таки. Достать покрышки и арматуру непросто. Их выбрасывают в реки и озера. Уже завтра на это место приедет кран. С его помощью сотрудники предприятия смогут убрать весь мусор. А чтобы полностью очистить территорию, потребуется еще одна неделя. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова